Ну, вы знаете, не знаю, смогу ли я рассказать о каких-то своих секретах, их у меня не так много. Но, во-первых, надо дружить со спортом. Это первое условие. Не бояться холодной воды. Я, например, занимаюсь моржеванием. Почаще бывать на свежем воздухе. И когда у вас, скажем, в жизни что-то не ладится или депрессия, ни в коем случае нельзя поддаваться этому настроению, а надо отправиться на беговую дорожку или в фитнес-зал, или в бассейн. То есть физические упражнения снимают с человека вот этот груз забот, который подчас нас преследует и не дают нам расправить крылья. Ну, кроме того, конечно, нужно правильно питаться. Я не могу сказать, что я всегда так правильно питалась. Нет, безусловно, нет. Но я придерживаюсь, конечно, рекомендаций, которые дают врачи-диетологи. Но я, например, утром не могу обойтись без кофе, хотя многие утверждают, что кофе и чай – это вредные напитки. Ну, мнения разделяются по этому поводу. Но я обязательно утром выпиваю натощак стакан холодной воды. Во-вторых, я ем льняную кашу. И вообще стараюсь в свой рацион добавлять много овощей, фруктов, рыбы, каш. Не всегда получается. Но когда это происходит, я очень довольна собой. Ну, кроме того, конечно, надо заниматься своим внешним видом. Поэтому утром просыпаясь, я улыбаюсь себе в зеркало, говорю, какая я красивая, какая я великолепная. И начинаю колдовать над своим лицом. Протираю его лосьоном, наношу подходящий для той или иной ситуации крем. Если есть возможность, сделаю маску. По окончании я протираю лицо кусочком льдинки. То есть специально замораживаю в холодильнике лед. И протираю лицо, грудь, шею льдом. Потому что лед замедляет процессы старения и поддерживает состояние такого бодрого внешнего вида. После льда румянец на щеках, глаза блестят. Поэтому не бойтесь холодной воды, не бойтесь протираться кусочком льда. И вы всегда будете в форме. Безусловно, нельзя исключать из своей жизни и, конечно, косметологов. У меня есть подруги-косметологи, к которым я обращаюсь. И которые мне помогают поддерживать форму. У них как бы свои секреты, которые они не всегда меня посвящают. Но если я вижу результат, то, конечно, я стараюсь к этому косметологу, к этой подруге своей ходить как можно чаще. Ну, больше гуляйте на свежем воздухе, будьте позитивны, почаще улыбайтесь. И я думаю, что, конечно, процесс старения нельзя остановить. Но замедлить его и быть в любом возрасте привлекательно – это в наших силах. Так что не ленитесь. Отлично, спасибо. Сейчас.